Российские мобилизованные уже не хотят захватывать Одессу и Николаев. Уже даже Киев брать не хотят. Они просто хотят, чтобы их отпустили по домам. Крайней мере, об этом пишут некоторые из них. Другие же рассказывают, как их как пушечное мясо отправляют в атаки. Без поддержки, без артиллерии. И остается всего несколько человек из целого отряда. Остальные погибают. Это результат российского трехмесячного наступления, которое идет прямо сейчас. Наступление, которое не привело к существенным результатам и изменениям. Наступление, которое вновь отправило в могилы огромное количество тысячи россиян и сотни единиц военной техники. Прямо сейчас, уже четвертый месяц, идет российское наступление. Оно началось 10 октября. И, собственно, 10 января ему стукнуло три месяца. Количество потерь колоссальное. Об этом говорят не только независимые эксперты и наблюдатели, а сами военные, жалуясь и записывая видеообращение к своему командованию. Вот, например, одно из подразделений рассказывает, что их постоянно кидают в самоубийственные атаки, а командиры, которые пытаются их отстоять, этих командиров арестовывают. Они записали видеообращение бойцы Шторма-2, 36-й мотострелковой бригады. Давайте послушаем, что они рассказывают о происходящем. В данный момент находимся на БЗ и сложилась такая ситуация, что нас гонят на убой. Все обещания, которые были руководством, нам обещано. Его ничего нет. Нас просто гонят на убой, где работает артиллерия, кассеты, минометы, танки. Нас никто не прикрывает. То, что обещалось, ничего нет. В данный момент у нас гонят третий раз туда и арестовали наших командиров. Без них мы оказываемся идти в бой. Хочется заострить внимание нашего президента и министра обороны Шойгу на этот беспредел. Потому что мы видим это так. Беспредел. Никто не отказывается, но нет условий. Реально на убой гонят. Мы здесь не первый месяц. И постоянно такая. Одни обещания. Нету своей техники. Как слышим от командования, что где-то там уже сказали, что был захвачен этот пункт. И нас начинают гнать, чтобы захватить. В последний раз мы лишились большинства своего состава. От взвода нас осталось 4 человека. Вот это все молодежь дополненная. Есть молодежь, которая была всего 2 недели на полигоне. И сейчас идут с нами. Хотя они не обстреляны. Как-то так хочется, чтобы было на это обострено внимание. Сейчас приезжал замполит, полковник. Как фамилия? Не помню уже. Он пообещал вроде все урегулировать. Но тем не менее взяли и арестовали наших командиров. Которые видят корень проблемы и говорят за него. Но нас не хотят слышать, просто гонят на убой. Но мы этого не хотим. Просто быть мясом. Просто чтобы у кого-то были звезды. Либо какое-то повышение. Жить охота. Так что охота жить. Всем распространите эту запись. Как видите, оценки такие же, как и были все это время. Ну то есть нет поддержки, нет координации. Нет обещанного. Зато есть репрессии и угрозы этих самых репрессий. Вот так воюет российская армия на протяжении всей войны. К сожалению, это может давать периодические результаты. Ну то есть российская армия воюет так же, как воевала и всегда. Берет большое количество людей. Говорит, если вы не пойдете вперед, мы вас убьем или посадим. И все. Просто гонят людей под обстрелы. Гонят людей под, собственно, опорники врага. И теряет тысячи людей. Собственно, поэтому российские потери в этой войне превышают украинские. Причем в полтора-два раза. Это те оценки, в которых сходятся независимые аналитики, а также западные разведки. Оценки же от российской стороны, которая постоянно путается в показаниях. И не можешь сказать, что у них сначала 200 тысяч украинцев убит. Потом они сказали полмиллиона. Потом они сказали полмиллион. Потом они сказали снова полмиллиона. Потом они сказали 400 тысяч. В общем, каждый раз эти цифры скачут и ни на что не опираются. Ни на какие подсчеты, ни на какие прикидки. И более того, никак они не обоснованы. И в этом контексте единственное, что Россия пытается делать, чтобы как-то обосновать, что у Украины потери выше, это делать фейковые новости. Ну, например, как они делали про одного из украинских телеоператоров. Якобы те спалились и рассказали про 400 тысяч погибших. Оказалось, что это просто на коленке был склепленный видеоролик, который разгоняли российские пропагандисты. Это не значит, что у Украины маленькие потери. Нет, потери большие, чудовищные. Ну, вообще гигантские абсолютно потери. Счет уже, скорее всего, перевалил за 100 тысяч потери. Другое дело, что у России они больше. Но от этого Украине не легче. Потому что Украина не убивается тем, сколько российских солдат они убивают. Они просто защищают свою землю. И потеря каждого украинского солдата, который взял оружие, чтобы защищать своих родных и близких от оккупации, от вторжения фашистов, это настоящие герои украинского народа. С российской же стороны освобожденные зэки, пришедшие за большим рублем контрактники и попавшие под, собственно, замес мобилизованные, которые хоть и сделали выбор сами, потому что от мобилизации можно было уклониться, причем довольно задешево на тот момент. Но, тем не менее, это все-таки люди, которые не проявляли сами, собственно, какое-то, знаете, рвение к тому, чтобы оказаться на фронте. Но что касается контрактников и вообще того, что на фронте происходит прямо сейчас с этими контрактниками и настроениями среди мобилизованных, описывает телеграм-канал убежище номер 8 после месячного перерыва, когда он был, собственно, насколько я понимаю, на ротации в тылу на какое-то время. И вот он вернулся обратно на передовую и начал снова писать и описывать качество тех самых контрактников, которые поступают в войска. Отдельно про пополнение, пишет он. Это те самые новые контрактники. Удалось побеседовать с троими, два из них за 50 и 60 лет, соответственно. Третий молот до 30. У всех на словах мотивация «хотел чем-то помочь, чувствую тягу к движу». Оба деда служили срочку еще при союзе, ничего не помнят в боевом плане, не выглядят, как способные пройти хотя бы 500 метров по зимнему лесу и снегу в полной экипировке и с боекомплектом. У седого лысого деда, 62 лет от роду, рядом с тарелкой в столовке я видел три пачки лекарств. Молодой не служил даже срочку. Ключевое, этих людей к нам кинули как маршевое пополнение через две недели от заключения контракта. Ноль прогресса с начала СВО. Сначала республиканских мобов кидали в бой через 1-3 дня после мобилизации. Затем первый состав барсов, 1-2 недели. Затем российских мобов многих затыкать последствия изюмского прорыва в СУ через 4-7 дней после мобилизации. Затем зэков и штурмовых род ЗЭТ. Затем иностранных добровольцев. Теперь и новых контрактников, как я вижу. Во всяком случае, часть из них. Вы там наверху побеждать-то собираетесь? Задается вопрос о мобилизованной. Вы понимаете, что мясом не закидаешь противника? Пока я вижу, что не понимаете. Ну, тут я от себя добавлю, что не только не понимают. Более того, уверены в обратном. Что именно мясом противника закидать и удастся. Ну, собственно, это тактика российских войск, которая не изменилась со времен Советского Союза. Основная ставка именно на низкую ценность человеческой жизни. Потому что, ну, пока весь мир развивался, шел вперед и пытался как-то делать жизнь людей лучше, причем в том числе и те страны, которые, там, не знаю, принадлежат глобальному югу, да, Россия в этом смысле двигалась в обратном направлении. Ну, или как минимум не шла вперед. Потому что превращение людей в нищих, которыми можно легко управлять, на мой взгляд, было частью сознательной политики Путина. Тут могут быть споры, было ли это сознательно или нет, но, тем не менее, это происходило в гигантских масштабах. Потому что деньги у страны-то были. У Владимира Путина, у Российской Федерации были миллионы, триллионы нефтедолларов, которые как раз можно было тратить на улучшение жизни граждан. Однако улучшала жизнь конкретно граждан Владимира Путина и его окружение. А население оставалось в нищете. Да, кто-то скажет, ну посмотрите, как Москва похорошела, или Санкт-Петербург. Действительно, в некоторых крупных городах уровень жизни вырос, как и качество инфраструктуры. Однако вы можете уехать за МКАД, и тут же у вас начнутся прорывы в теплосетях. Тут же у вас начнутся, собственно, люди, которые ходят в туалет на улице. И вообще Москва не Россия и не имеет к ней абсолютно никакого отношения. Спросите у тех, кто прямо сейчас, где-то в одной пятой части России, замерзает от того, что есть аварии на котельных и прорвало трубы. И при этом эти города никто не атаковал ни ракетами, ни беспилотниками, ни чем-либо еще. Они все равно замерзают. Несмотря, опять же, на миллионы, триллионы нефтедолларов, которых заработала Россия, продавая ресурсы тому самому Западу, который теперь проклинают. И в этом контексте, конечно, человеческая жизнь ценится очень мало. И, собственно, это основной козырь России. Да, есть авиация, есть длиннобойные ракеты, есть даже ядерное оружие. Но на самом деле единственное большое преимущество России в этой войне – это низкая ценность человеческой жизни. Люди не сопротивляются, когда их гонят на убой. Люди готовы терпеть, что их родных и близких, братьев, что их мужей, что их отцов, что их детей гонят в окопы под Авдеевку ради интересов власти, ради интересов Владимира Путина, ради интересов того человека, который и сделал страну нищей, ради интересов того человека, который ответственен за тысячи смертей, за сотни тысяч смертей, как в Украине, на которую Владимир Путин напал, нарушив все международные договоренности, в том числе и прямые, причем сделав это дважды, один раз в 2014 году, один в 2022, так и в отношении россиян, жизни которых тоже утекают, как вода сквозь пальцы, в этой мясорубке. Уже погибло более 100 тысяч человек, ну, более 120, если по самым даже минимальным и консервативным оценкам, а скорее всего гораздо-гораздо больше. Но в любом случае зря мобилизованность задается этим вопросом, понимают там или нет, можно ли выиграть, закидывая мясом, потому что я ему больше скажу. Это единственная тактика, которая есть у Российской Федерации. Но мобилизованный продолжает. Собственно, вот этот подход к людям и увиденная кондовая показуха и произвели настолько гнетущее впечатление, что на фронт мы вернулись с оживлением, но при этом только в той части, что касается нашей жизни и работы. Я даже теперь что-то конкретное не могу представить с таким подходом в предстоящем году. Будет год сурка. Снова в январе мы переезжаем с места на место. Снова полк в полном непонимании о том, что будет завтра. Снова война, в основном зимой. Только теперь наступление. А проблемы все те же. По хуизам, по подготовке пополнения, догоняющее развитие в теме впиви дронов и коптеров, скудные лимиты на снаряды. У украинцев эти лимиты более щедры. Скажем, ежесуточный расход в 20-25 снарядов в 155 мм это по нашим меркам не голод. Постепенная ползучая армейщина, которая приближается уже к среднему тылу. Теперь мы испытываем проблемы с помывкой, так как военным не следует подолгу задерживаться в населенниках. В 2023-м вы видели, к чему привели эти проблемы. Если ничего не менять и не оптимизировать, увидите и в 2024-м. Я предположу, что мобилизованный намекает на марш пригожно как раз, но тут сложно понять, он свою мысль не поясняет. Может быть, еще какие-то события его особенно сильно впечатлили. Как говорил генерал Тактикус, говорит он, что самое главное на войне? Правильно, потери. Если они на стороне противника, то вообще замечательно. Дальше он продолжает. Как вы поняли, мне и моим коллегам уже давно все равно, каким будет результат. Лишь бы не откровенный просер и слив. Лишь украинцы заботятся о том, чтобы поддерживать нашу мотивацию на плаву. Ударили вот по Белгороду. Для нас это как Одесса 2 мая 2014-го. Очередное событие, после которого хочется просто убить всех врагов. Тут понятно, что пропаганду никто не отменял. Не отменял никто, собственно, мировоззрение этих людей, которые оказались на этой войне. Именно поэтому я всегда подчеркиваю, что не надо особенно обманываться, когда вы видите там жен мобилизованных или обращение этих самих мобилизованных. Они не за то, чтобы не бомбили Украину. Они за то, чтобы их не посылали как пушечное мясо. Они не против уничтожения Украины. Человек, который рассуждает про Белгород, не задается вопросом, а что происходило почти два года до этой атаки по Белгороду. Как атаковали каждый раз по украинским городам. Как его, этого человека, посылали в атаке для того, чтобы захватить страну. Как в Буче российские солдаты вырезали людей. Как они это делали во многих других городах Украины. И как практически каждый день обстреливают украинские города. И как за два дня до обстрела Белгорода был гигантский обстрел всей территории Украины с огромным количеством погибших мирных граждан. Ну, это я лишь для того подчеркиваю, чтобы вы не забывали, не слишком проникались к этим персонажам. Люди, которые начинают не любить российскую армию, даже находясь в ней, и не любить Владимира Путина, да, их интересы могут совпадать с нашими. А именно окончание этой войны, свержение власти и прочее. Это совершенно не значит, что это люди с моральным стержнем, которые против убийств людей в другой стране, против оккупации чужой страны, против того, чтобы превращаться в самим фашистскую страну. Нет, это просто люди, которым хвост прищемило. И поэтому они чем-то недовольны. Не забывайте об этом. И не забывайте об этом в будущем. Когда все эти люди, Зетвоенкоры, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, кто там еще, да кто, Шойгу, Герасимов, Силуанов, Набиулина, начнут ныть. И рассказывать, что, вы знаете, мы всегда были против. Мы вообще никогда не поддерживали Владимира Путина. Страшно просто было. Очень страшно. Вспоминайте тогда. Вспоминайте тогда каждый эпизод, каждый день этой войны, который все эти люди помогали продолжать. Каждого убитого на этой войне человека, который убит ровно из-за этих людей. Из-за Мишустина, Силуанова, Набиулины, Соловьева, Симоньян и всех прочих. И я надеюсь, что не будет такого, как это бывало много раз до, когда зло будет повержено, и многие помощники этого зла просто сделают вид, что они не про делах, и что вообще их надо понять и простить. Надеюсь, понимания и прощения тогда не будет. Ну, по крайней мере, от меня. Удастся ли мне в этом убедить остальных людей, которые и будут принимать решения. На тот момент поживем-увидим. Правильнее всего было бы сменить задолбавшихся мобов на следующую волну или контрактников, продолжает мобилизованность в своем телеграм-канале. Но это видится пока как чудо. У пары управлений генштаба должны сменить прошивку в мозгах на тему морально-психологического состояния мобов, воюющих уже год и 16-й месяц в армии. Да, выполню просьбу напарника. Он хочет передать вам, что реальное морально-психологическое состояние низкое. Нам пох на результат уже. Потому что складывается впечатление, что наверх идут лживые строчки. МПС норм, отдохнувшие, рвутся в бой. Правда в том, что мы выполняем задачи, чтобы нас не убили украинцы и не бросили в тюрьму свои. Будет ли Одесса и Харьков российскими? Все равно. Уже все равно. Нужны другие солдаты? Меняйте нас. А еще вспомнил, как в одном ТГ-канале в первый день мобилизации была ядовитая фраза. Но теперь-то военные блогеры, учившие Министерство обороны воевать, смогут сами послужить. Ха-ха. Ха. Да, дизайнер по рекламе, редактор развивающегося паблика, тот самый блогер, уже 16 месяцев выполняет работу, которую мог бы выполнять парень со средним специальным образованием, профессиональный военный. Вместе с этим дизайнером работает айтишник с пищевого комбината, менеджер-наблюдатель из косметической компании, целый ряд служащих из админресурса, машинист московского метро и так далее. Мы счастливы, бля, что заменяем профессионалов и пока не сдали ни одного изюма. Это ведь такое продуктивное времяпрепровождение. Ну ладно, без нас бы не справились, заключает он. Вообще вопрос обеспечения, который уже поднимался в этом видео и, собственно, обращением тех самых военных, которые я показывал в начале и, собственно, рассказами вот этого мобилизона, это важная часть этой войны. На данном этапе война оппозиционная и война на истощение. При этом, если Россия испытывая эти проблемы сама принимает решение продолжать войну дальше, потому что она может закончить ее вот так, по щелчку пальцев, просто выведя свои войска с территории Украины, то Украины, к сожалению, выбора нет. Даже если бы Украина была согласна на какое-то перемирие по линии спойкосновения и прочего, к сожалению, это просто физически невозможно, потому что Россия нарушает все свои обязательства, а люди на оккупированных территориях находятся в опасности, потому что российские войска показали в этой войне не только то, что они не соблюдают никакие договоренности, но и то, что это просто садисты-людоеды, которые готовы вырезать в том числе и мирное население. Поэтому Украине нет выбора и приходится продолжать воевать. Это на нее напали. Именно поэтому Украине должен помогать абсолютно каждый человек, у которого есть хоть какие-то представления о добре и зле в этом мире. Вот еще один яркий пример. На днях российские Z-каналы начали заявлять, что смотрите, помните вот этот плацдарм на левом берегу в Крынках? Я вам рассказывал, что по поводу этого плацдарма у российских Z-пабликов существует такое раздвоение личности, потому что они буквально в один день могут писать, что там все замечательно и вообще россияне очень хитро все сделали и придумали, уничтожают толпы на ВСУ, а на второй день писать, как там все ужасно катастрофически, ошибка за ошибкой и вообще надо прекращать делать там то, что россияне делают. Это может писать один и тот же телеграм-канал. Ну вот, например, рыбарь славится таким раздвоением личности, у него буквально очень часто прям абсолютно противоположные сообщения через несколько дней. Возможно, это связано с тем, что над телеграм-каналом рыбарь, одним из самых больших Z-каналов, работает несколько людей. И вот, в общем, была история, что российские войска зашли к рынке, вот эти самые, на левом берегу, где плацдарма, и воткнули флаг куда-то. И начали писать, многие из этих каналов, типа, мы воткнули флаг, все, к рынке почти наш, все, наконец-то, спустя три месяца, большое количество потерь, ну, про большое количество потерь они не писали, значит, по крайней мере, в этом сообщении, все, наконец-то, наш, значит, мы вот сейчас всех выбили. Потом оказалось, что на самом деле этот флаговтык был приказом командования, причем абсолютно безумным, и в результате этого флаговтыка ничего не изменилось с точки зрения вообще удержания крыльков украинскими войсками, но зато было потеряно большое количество российских солдат. Об этом сообщил военкор Романов, который наблюдает вот именно за Херсонским направлением, за Херсонской областью, и, собственно, он поделился тем, что ему пишут бойцы с этого направления, и даже конкретно с этой операцией по флаговтыку. Брата, да пи***ь, я про ситуацию в Крынках. Сводную роту бросили с морпехами на штурм. Я был в этой сводной роте, нас там просто руслярили сверху, все время нас контролили и наводили точно по пехоте. Да пи***ь, нахуй делать. Просто как мясо и толку ноль. Я, тадададада, видимо, он представляется из 205-й, только после восстановления и уже бросили в топку. Я не против грохнуть украинцев, их давно пора двинуть в реку, но не так. Безоперативной огневой поддержки это просто в мясо и бестолку. И это именно для крутого отчета сами знаем кого. Дальше продолжает уже сам Романов. В бот и личку систематически пишут бойцы, работающие в Крынках. Общая суть от различных подразделений сводится к полному отсутствию взаимодействия. У штурмальков нет прямой связи с птицами и артиллерией. Опросы на огневую поддержку Земли сначала идут к командованию, а уже потом, если повезет, доходят до артиллерии. Не выстроена система работы РР и РЭП. Есть еще моменты по обозначению потерь, а именно документальные подлоги. Потери записываются так, что они якобы не в Крынках. Отсюда и заявление президента на прямой линии про санитарные потери в Крынках. Тут довольно забавно, что Романов пытается как-то оправдать чушь, сказанную Путиным на этой самой прямой линии, где он сказал, что в Крынках вообще все супер и никаких потерь россиян нет. Хотя все знают, что это объективно неправда. В том числе по количеству потерянной техники в Крынках Россия теряет фотографиям. Собственно, в три раза больше Россия теряет техники, что безумие, конечно, потому что напомню, что там в Крынках вообще очень небольшой плацдарм ВСУ, он даже не полноценный плацдарм. Там находятся несколько десятков или сотен украинских морпехов, которые с трудом вообще туда добираются. Россия бьет по лодкам со снабжением, и вообще для этих украинских морпехов там сущий ад. Но несмотря на все это, они умудряются наносить России большие потери, опять же, с помощью в том числе и тех, кто управляет дронами на правом берегу. Собственно, там есть дроноводы, там есть артиллерия украинская, которая активно наносит удары по России. Вообще задача этой операции в Крынках в краткосрочной перспективе, по крайней мере, которая декларируется публично, это отодвинуть российскую артиллерию, чтобы она не могла бить по Херсону, который был освобожден Украиной. И, возможно, долгосрочная задача это создать там действительно настоящий плацдарм, уже переправлять туда технику и идти в Крым. Вот. Ну, насколько второе осуществимо, понять сложно. Насколько первое работает? Ну, поговаривает, что работает. Но, опять же, оценивать довольно проблематично. В общем, тяжелая ситуация там для украинских военных, но для россиян не менее тяжелая, потому что вместо того, чтобы делать то, что они заявляют, ну, то есть просто не пытаться, значит, вытеснить из крынок украинцев, а просто на нем наносить удары, вместо этого Россия постоянно пытается их штурмовать. И постоянно несет большие потери, превышающие потери ВСУ, как в живой силе, так и в технике. По крайней мере, об этом сообщает и украинская сторона, и об этом сообщает и российская сторона в редкие минуты просветления своих Z-каналов. Собственно, самообман это вообще одна из причин глобальных проблем России в этой войне. Многие об этом забывают, но вообще-то Россия два года уже борется с армией Украины, от которой не ожидала вообще никакого сопротивления. Киев планировали взять за три дня и рассказывали, что украинская армия совершенно небоеспособна. Украинская армия не только откинула россиян от Киева, но и освободила примерно половину занятой России территорией. Это при том, что у России больше авиации на порядке, больше, тут слово больше даже неправильное, у России больше ракет, у России дальнобойные ракеты, которые могут наносить удары. И в этом контексте, несмотря на все это, несмотря на местные штурмы, несмотря на меньшую ценность человеческой жизни, несмотря на все это, Россия все еще не может пойти как-то глубоко вперед и все еще не может за последние полтора года организовать крупномасштабное наступление. Точнее, пытается, но все равно несет потери. И глобально в этой войне несет потерь гораздо больше, чем несет Украина. И вот одна из причин этого всего, это, конечно, самообман. О чем пишет телеграм-канал «Призрак Новороссии». «Самообман – путь к катастрофе», говорит он в своем посте на примере цитаты одного из телеграм-каналов, Z-телеграм-каналов, которые отчитываются об успехах. Вот канал «Миг России», например, цитирует «Реа Новости». «ВСУ уничтожены уже два раза», пишет он. «ВСУ в их первоначальном виде были уничтожены уже к маю 2022 года», заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий. Затем начался второй этап, когда ВСУ начали собирать современное вооружение и подготовили около 150 тысяч военных. В процессе отражения контрнаступления по оценке Ильницкого это тоже было ликвидировано. То есть, «ВСУ уничтожены два раза», сообщает представитель Минобороны. И, собственно, цитируя его, говорит паблик «Миг России», Z-канал. И вот «Призрак Новороссии» заключает, что самообман это путь к катастрофе. Кто не понял, это на примере Минских и того, во что это вылилось в начале СВО, возможно, не поймет уже никогда, отмечает он. Можно, конечно, в целях пропаганды вещать вообще все, что угодно. Хуже, когда сами начинают в это верить. И, поверьте, они все в это верят. Ну, то есть, у меня есть информация о том, как доносится до вышестоящих офицеров российских информация. Там, блин, там реально, знаете как, ну, Руслан это как-то описывал с фоткой, но это было тогда предположение. После этого я поговорил. Опять же, не люблю вот этот жанр, типа анонимные источники, все такое. Короче, я получил несколько подтверждений, скажем так, как это все работает. И там реально вот на этой лесенке, да, от земли до там условного Герасимова, там на каждом этапе снижают минусы и повышают количество плюсов. Ну, то есть, типа где-то в середине там уже от реальных, вот, от реальных боевых действий ничего не остается. А к Герасиму приходит сообщение, что всех уничтожили, все захватили, потерь вообще не несем и прочее, прочее. И редко иногда бывает, когда громкие публичные истории, они все-таки добираются. Ну, как, например, самолет А-50, который был, предположительно, сбит Украиной недавно или сбит российской системой ПВО. В общем, да, самообманом там очень много. И это, наверное, одно из больших таких позитивных пятен сейчас, которые есть, да, потому что общий фон такой довольно деморализующий память короткая, кто ожидал, что ПСУ еще в 2023 году уничтожит там, я не знаю, Россию в Крыму и прочее, прочее. Значит, сейчас вот там на фоне западной поддержки, точнее, проблем с этой западной поддержкой, да, на фоне там обсуждений про необходимость новой масштабной мобилизации внутри самой Украины, на фоне всего этого там есть негативные настроения, очевидно, более того, усталость от войны, безусловно, у тех, кто воюет, и у страны, у которой воюет и Украина, и у партнеров Украины. Это очень общий негативный фон, но из позитивного фона это то, что в России абсолютно продолжается эта история с убеждением самих себя, что значит все замечательно, все хорошо. Иногда кто-то из Z-каналов пытается рассказывать, что все не так классно, что есть определенные проблемы, но это довольно быстро прекращают, собственно, окрики сверху. Вот я думаю, что скоро мы что-то услышим про рыбаря, потому что рыбарь в последнее время, последние полтора месяца обнаглел. Он буквально единственный канал, который продолжает рассказывать, что в российской армии не все хорошо и продолжает сомневаться в официальных пропагандистских нарративах, поэтому я не удивлюсь, если на одного из авторов телеграм-канала рыбарь надавят, посадят, арестуют, и мы в ближайшее время резко увидим изменения риторики в самом канале, потому что реально в современных реалиях даже вот такие некрупные Z-каналы, они стали совсем такими елейными, раз в какое-то время они готовы написать там, что все не так радужно, как рисуют Минобороны, но прям совсем редко. И вот, например, рыбарь, что пишет о дронах. Как вы помните, официальная версия российской стороны заключается в том, что с дронами все прекрасно и великолепно, что Россия все вообще по дронам, у нее все замечательно, что она уже превосходит Украину и весь мир и прочее, и прочее. И вот несколько сразу было больших таких обсуждаемых публикаций, которые ставят это под сомнение. Одна от рыбаря, а вторая от Рогозина, помните такого? Значит, железного, так сказать, человека, по крайней мере, частями. Вот что пишет рыбарь. А что там по и впиведронам? Начинает он свой пост. Об актуальных проблемах отечественного беспилотостроения. На днях мы вскользь упомянули о негативных тенденциях в отечественной сфере создания впиведронов. Если кратко, то некоторое время назад решение сверху одну команду энтузиастов сделали фактически основным поставщиком этих БЛА, предоставив ресурсы для массового производства. У этого были плюсы. Например, удалось радикально нарастить выпуск в какой-то момент по цифрам даже догнать противника. Вот только такая централизация противоречит идее прогрессивной конкуренции между коллективами, что было главной фишкой гражданского дроностроения. Последствия не заставили себя ждать. На плечи основного поставщика единовременно свалился поистине огромный заказ из пиви дронов для всей армии с жесткими сроками исполнения. Это закономерно привело к росту брака отгружаемой продукции. Упор на выпуске одной модели положительно сказался на унификации, но привел к потере гибкости. Для внесения заметных изменений в конструкцию, вроде ввода систем в заведение, требуется масса согласований, за чего зачастую выгоднее оставить как есть. Противник не сидел на месте и начал массово ставить помехи на частоты изделий от основного поставщика. А так как из-за монополии они были самой распространенной моделью в войсках, то армия разом почти осталась без рабочих фпи-дронов. Цена всего этого, жизнь российских бойцов и обоснованные упреки спиритка в том, что противник переигрывает нас по применению впи-дронов. А как иначе, если расходящиеся в наличии изделия не летят дальше 300 метров из-за воздействия РЭП? Самое рациональное решение поддерживать не одну, а несколько отобранных из уже зарекомендовавших себя команд. Оно будет выгодно всем. Разгрузит основного поставщика, позволит гибко адаптироваться к изменениям и создаст конкуренцию, побуждающую к прогрессу. Иначе есть вполне реальный риск оказаться на обочине революции в создании массовых высокоточных средств поражения. Кадров вроде последствий штурма Синьковки станет еще больше, и все это самым скверным образом скажется на устойчивой линии фронта и потерях. Честно говоря, было бы очень круто, если бы идея РБАРЯ была реализована, потому что представьте, что вся эта армейская гасуха со всеми этими бесконечными отчетами, откатами и необходимостью согласования малейших правок будет распространена не только на одного поставщика, а вообще на всех российских поставщиков дронов, и они вообще никто не сможет тестировать, что-то придумывать новое и нормально работать. Во, я очень поддерживаю эту идею, надеюсь, она будет реализована. Ну а вот что о дронах пишет Рогозит. По всему Запорожскому фронту карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немерено. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо. Все аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят FPV дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшему. На допросах пленные украинцы рассказывают, что во многих их воинских соединениях и подразделениях изменены штаты. И теперь чуть ли не в каждом пехотном взводе есть отделение операторов дронов. Похоже на правду. Вчера враг атаковал соседние с нами подразделения. За полчаса прилетело 25 дронов Камикадзе. Из них 14 преследовали одну БМП. Если для них цена цели выше потери двух десятков впеведронов, они их не жалеют. И они у них есть в избытке. Ротация на позиции их становится непростой задачей, мягко говоря. Пользуемся непогодой, но с приходом холодов она здесь редкость. Подлое солнце светит неумолимо. Короче, надо реагировать на эту новую действительность, оперативно вырабатывать технический ответ. Ответ должен быть такой. Первое. Нужны повсеместно блокаторы впеведронов, в том числе для защиты колонн в движении. Мы уже об этом полгода говорим. Второе. Дроны должны быть в избытке собственные впеведроны. Во всех подразделениях и по всему фронту. Операторов мы оперативно обучим, но сами дроны необходимы как массовый расходный материал. Для их производства в количестве соответствующим новым подрядностям фронта необходимо снять все бюрократические ограничения и проволочки и применить меры господдержки производителям. Самих производителей должно быть много, а не только избранно назначенные. Вот что еще удивляют цены у перекупщиков. Берут аж несколько концов цены изделия. Достаточно сравнить с тем, спекулянтами. Считаю, что за предоставление фронту изделий в 3-4 раза дороже, а то и больше, того, что они стоят по доставке, надо расстреливать, заключает Рогозин. В общем, он подтверждает проблемы с впеведронами и, кстати, перечисляет в том числе и те вещи, о которых говорил Рыбарь. Это очень хорошо. Это очень хорошо, особенно на фоне панических заявлений от Запада, что якобы у России с дронами все наладилось и вообще российские дроны впереди планеты всей. Мы видим, что это как минимум не совсем соответствует действительности и видим это непосредственно от Z-каналов, причем от разных. Ну и напоследок, я бы сказал уморительное абсолютное видео. Бывшие зэки, которые были завербованы из колонии на войну в Украину, пожаловались Путину на обман, не поверите, после возвращения в РФ. Им не начисляют обещанные зарплаты, не выдают удостоверения, не выполняют другие обещания, данные во время вербовки. Об этом видеообращение к Путину рассказали сами бойцы Шторм-Зеп из Орловской области. Давайте посмотрим это слезливое, невероятное обращение, в котором жалуются на то, что никак невозможно было предвидеть. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы являемся добровольцами штурмовой роты Z. Я непосредственно командир этих ребят, командир роты Шторм-З. У всех моих ребят, и в том числе у меня, проявляются проблемы с оформлениями всех документов, удостоверения ветерана боевых действий, с оформлением дополнительных социальных гарантий, выплаты 3 миллиона по указу президента Российской Федерации номер 98. У нас проблемы со всеми социальными вопросами, со всеми социальными гарантиями. Мы являемся все уроженцами города Орла и Орловской области, закреплены за военкоматами Орловской области. Непосредственно в данном регионе у нас такие проблемы. Общаясь с другими, вы наслуживаете Шторм-Зет, такие же проблемы. Согласно выпискам из боевого журнала и приказу командира части 22-179 мы являемся добровольцами 150-й мотострелковой дивизии воинской части 22-179 рота Шторм-Зет. Уважаемый Владимир Владимирович, у нас также были проблемы с заработной платой, потому что не выполнено обещание в плане боевых выплат, потому что изначально, когда нас приглашали в данное формирование, нам были обещаны заработные платы от 205 тысяч рублей, а в итоге у нас заработная плата была в два раза меньше. Боевые у нас были всего 75 тысяч рублей в месяц, хотя задачи все выполняли наравне даже больше. Все ребята, которые здесь представлены, самоотверженно защищали интересы Российской Федерации, проливая свою кровь. Практически каждый из нас был ранен, и ранен тяжело. Прошу вас помочь в вопросе достижения справедливости, выполнения всех социальных гарантий, выплат всех социальных нам положенных денежных средств в размере страховых и дополнительных, чтобы было все согласно букве закона. В конце лишь добавлю, что мой посыл неизменен. Не идите в российскую армию. Не на контракт, не в рамках мобилизации, когда она вновь начнется, по крайней мере в таких масштабах, каких была, не в рамках срочной службы, не в рамках, если даже вы сидите в колонии и вам обещают свободу. Вас обманут, даже если вы не умрете и не останетесь с коллегой, вас все равно придумают, как нагнуть. Потому что это российское государство, ему плевать на вас. Я не апеллирую уже к моральной составляющей. Я говорю чисто с точки зрения шкурного интереса. Конечно, у меня нет иллюзий, что зэки смотрят вот сейчас с телефона этот ролик. Нет. Но я знаю, что родственники и близкие этих самых зэков, они это делают. Недавно читал как раз, что один из героев одной из публикаций, по-моему, издание «Холод», публикаций Нина Абросимовой, как раз такой зэк, который вышел, отвоевал, значит, и захотел снова воевать, но встретил какую-то женщину. Вот что она его не пускает обратно на фронт. И более того, что если будет мобилизация, он говорит, что они с ней уедут, и у нее есть план, как это все делать, потому что война ему больше не нужна. Вот образцовая жена. Если вы по-настоящему, так сказать, переживаете за своего близкого и родственника, то ваша задача убедить его всеми правдами и неправдами не оказываться в российской армии. Опять же, из вашего шкурного интереса, потому что иначе его либо отправят в штурм, и он погибнет, либо отправят в штурм, и он останется в бесконечности, либо будет на корабле, на самолете и тоже погибнет. В общем, вероятностей умереть очень много, а в случае отказа на фронте его отправят в яму, причем без одежды, и будут много что там заставлять делать, и, возможно, он помрет еще и с унижениями в придачу, по крайней мере, какими они воспринимаются в российской армии. Поэтому российская армия это место нигде живут, российская армия это место, где умирают. И в любой армии умирают, но только в российской армии на данный момент умирают за прихоти одного диктатора Владимира Путина. Не за честь, не за родину, не за близких, никто не угрожает ни России, ни близким этих самых солдат, а за прихоть Владимира Путина из-за его комплексов и его желания уничтожить соседнюю страну. Поэтому и с моральной точки зрения, со стороны шкурного интереса нет ни одной причины идти в российскую армию. Есть целая тысяча причин, а примерно 120-130 тысяч причин, и это только мертвые, не идти в российскую армию.